всем привет заехали мы домой так сказать выгрузка у нас отмечено 28 числа раньше там не выгружает поэтому с логистом согласовал с перепробегом 20 километров каргаран отписался добро дали заехать домой еще два дня дома чем там стоять на вывозке доброе утро всего начинается это естественно со всмотра автомобиля сейчас так сказать первый раз проверим масло немножко проехались чего у нас как расход идет и все такое кстати на скане так не открывается маска не надо подойти попробовать что такое это у нас не замерзай к надо одеть перчаточки с перчаточками веселее работать а уровень ты низкий и вот товарищ подъехал знаток ситрака сколько ты ведь проехал на ситраке ну а с июля месяца получается сколько километрах сто тридцать тысяч по моему накатал нас тридцать тысяч какие-то основные про были проблемы что проблемы с электроникой она маленькая так это недоработанная чуть-чуть ключит вот бывает такое но у тебя немножечко этот у меня другой у тебя максимальная комплектация у меня простая комплектация короче сейчас проверили ведь уровень вот я не знают у меня масло какие есть вместе с машинкой я думаю вот это надо масло заливать которая идет тут получается над поднять кабину чтобы долить это масло до приподнять кабину она находится с стороны где за заливная горловина вот чуть-чуть ее приподнимаешь и подлезть спокойно легко можно ведь давай я уфе посмотрю как ты это сделал и вот это кнопка масло поставим синь дьян чоу опа сразу все открылось как у президента кнопочка не опущены опущены переключение вот его может что-то динал отсюда можно можно пока не закрывай потом все равно я хочу все тут сверху блин тут тут по умуты воронку надо сейчас все оболью там там что-то есть посмотрим канистра запломбирована вообще знаешь как хорошее масло отличить от плохого масла хорошее масло должно пахнуть парфюмом Хорошее масло должно пахнуть парфюмом. Это мне сказали в сервисе, не знаю, можно им верить, нет, но я после этого всегда нюхаю масло. Ну, половину пока дольем. Тут вот, смотри, можно отсюда просто руку просовывать, не надо эту крышечку открывать, так как я понимаю, эту крышечку несколько раз откроешь, и она потом болтаться будет. Пусть лучше закрытая. Руку протянул, и все. Так. Все. Берем кнопочку, как у президента. Интересно. Защелкиваем. Так, и обратно вставляем, получается. Осмотр подкапотный закончен, наконец-то. Новый автомобиль. Опа. Ну, я не скажу, что на Scania то же самое. Такой же капот легенький. Так же болтается. Так, ну, теперь самое интересное. Протяжка колес. Ты, кстати, у себя ведь протягивал колеса? Да. Да. Вот такой баллонный ключ, еще в салафанчике. Такая вот монтажка, тяжеленькая. Кстати, вот эти вот два колпачка не вытащили. Немножечко при помощи монтажки попробуем. Надо проверять каждую гайку. Если одна гайка затянута, это не означает, что другая тоже-то затянута. Хочу сказать, как колеса протягивает. Когда механик, который выдавал автомобили, рассказывал, сколько-то там килограмм надо на колесо. Ну, он, конечно, правильные вещи говорит, но такой ключ нам никто не предоставляет. Лом я двухсторонний не ставлю. Вот сколько, 20 лет я на автомобилях, получается, езжу на всяких разных. И всегда протягивал одним способом, еще начиная с армии. Никогда не отрывал, в принципе, колеса не терял. Единственный был момент, опыт, когда мне один старый водитель научил двухметровой трубой протягивать. Я на Урале, помню, протягивал. Шпильки обрывает, потом только вклёть. И я всегда протягиваю одним и тем же способом. Можно, конечно, всем весом руками давить. Но рука может ударить, мало не покажется. Поставил, проверил. В принципе, этого вполне достаточно. Можно весом своим. Ну, как мы видим, тут у колеса протянуты все. Этого вполне достаточно. Точнее, хочу показать то, что нагрузка своего веса... О, тянется. Все, сильно не надо. Вот я прошел сколько? Пять гаек. Шестая только потянулась. Поэтому надо проверять все. Вторая подтянулась. Ну и все. Три гайки подтянули. Ставим назад. Осталось немножко. Еще много. Но можно пойти и снять везде колпачки сразу. Или он друга попросить, чтобы снял колпачки. Но не буду просить об этом. Потому что, пока мы вставляем колпачки, тем самым мы отдыхаем немножечко. Набираем сил. Набираемся сил, чтобы протянуть следующее колесо. Ведущие колеса... Это, в принципе, самый тяжелый момент их протягивать. Очень неудобно. И тут силы надо чуть-чуть побольше. Наша цель проверить, не то, чтобы затянуть, а проверить натяжку всех гаек. Короче, уже сил нету. Когда же эти колпачки вытаскивать. Ну, это тяжелая работа. Это не так быстро. И силы уже кончаются. Вот у меня сколько? Часа полтора, наверное, ушло. На все про все. Но зато после протяжки колес, когда уже поедем в рейс, оно добавится, так сказать, чувство уверенности, что ли, когда все колеса протянуты. Не надо сильно прям прыгать. Своим весом чуть-чуть надавили. И вполне достаточно. Если, конечно, взять... Вот она. Тоже подтянулась. Короче, вот это колесо слева было более-менее закручено. А это колесо слабенькое. Если одно колесо полностью закручено, не означает, что с другой стороны колеса протянуты. Все. Все. Хочу обратить внимание для тех, кто заправляет полный бак. В данном случае, да, есть такая неисправность. У меня не держит крышка. Это мы сейчас, конечно, сейчас я все устраню, протру. Но суть дела в том, что она будет протекать. Из-за чего она вытекла? Мужчина стоит на солнце, топливо нагрелось. Я заправлялся в минус 35. Разница 30 градусов. Топливо расширяется. Плотность-то уменьшается. Оно становится шире. И начинает его, естественно, выдавливать. В данном случае у меня выдавило его через крышку. Поэтому старайтесь не доливать полный бак. Если вы собираетесь заехать на стоянку или и так далее, и тому подобное. Вот для сравнения, давайте перейдем к другому баку и посмотрим, что он у меня, бак, пустой. Ну как пустой. Я на нем ехал, он не полный. Ну и так же стою в синьке. Никаких потеков, ничего нету. Надо вещи разложить. Так, давайте я вам покажу холодильник на ситраке. Обратите внимание, так как сейчас буду продукты туда раскладывать. Его я проверял, купил пачку пельменей. Не потому что, что я пельмени хотел, а мне охота была проверить, как он действительно работает. Я один поставил на минус 18, который ближе к печке поставил на минус 18. Этот на плюс 2. Молоко действительно хранилось долго. И пельмени, но это красота. Просто, вот как они замороженные были. Сколько, буквально, все это занимало процесс, ну, неделю. Кстати, при этом специально я холодильник не выключал, не выключал, чтобы два дня посмотреть, как он хавает аккумуляторы. В нем причины нет, новые аккумуляторы нет. Машина запускается, все нормально. Ну и вот такой вот, давайте, обзорчик. Кстати, тут сразу хочу сказать, не как на скане. Взял и защелкнулся. Нет, тут надо его приподнимать, закрывать, опускать. И только после этого он закрывается. Не знаю, может, у меня такая проблема, может, это вот на всех ситраках. Но надо именно вот так делать. Все. Давайте я вам покажу, что-то там цепляет, что-то попало. Походу. А, да, сейчас. Вот. Мы видим вот такой он холодильничек. Вот он включается. Включаем. Вот сейчас минус 0,1. Поставим минус 10. Нет, давайте чуть-чуть. Минус 5 пока поставим. Хочу посмотреть, как он будет замораживать. тут сделаем плюс 5 с этой стороны. Все. Вот такой он холодильничек. Вот этот маленький отсек, поэтому его как под морозилку. Этот чуть-чуть побольше. Ну, как сказать. Еды все равно многое не наловишь. Еда имеет преимущество хоть в холодильнике, хоть где портится. Как работать будет это, я вам в будущем покажу. Кому-нибудь это интересно, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить, так сказать, этих моментов. На C-Track я буду работать, пока мне этот автомобиль не сильно по душе, но и не сильно разочарован. Такой среднячок. Но хочу сказать, из своего опыта, складывая 20-летнего, на разных автомобилях работал. И когда-то старые автомобили, когда я получал, вроде даже другой, какой-то восторг испытывал. Ну, а тут и с автомобиля Scania S-series, то есть, того и самого Мерседеса, пересеть на C-Track, немножко, скажем так, в прошлое, наверное, вернулся. Ну, давайте, разложим продукты. У меня супруга целую сумку продуктов наложила. Так что, кто меня увидит, 978, подходите, попьем чайку, я вас угощаю. Блин, что-то под холодильник попало, надо кассету проверить. Сейчас мы попробуем открыть. Кстати, хочу спросить. Ребят, матрас тонкий, может, кто-то где-то заказывал. Не охота просто покупать, а охота по-стандартному, нормальный матрас купить. Может, даже ортопедический. Может, там ребята, которые шьют, смотрят. Напишите контакты, куда подъехать, или кому обратиться, куда заехать. Смотрите, ситрак немножечко потихоньку начинает ломаться. Это у нас с рельсов в неприятный случай. Уберем, потом в сервисе покажем. Провода. Вот это вот надо, наверное, вот так примотать, потому что вот это отломается. Ну, все сразу не сделаю. Тут вот провода. Видим, все болтается. Все это завязать бы надо. Сделать все это красиво. И вот холодильник у нас не застегивается. О, застегнулся. Вот такой вот он холодильник. Тоже так же. Надо приподнять, опустить, и только потом. Короче, так просто, как на Scania, Mercedes не защелкивается. Обязательно приподнимаем ручку, закрываем. это мы опускаем на место. Ну, все. Включаем дальний и поехали. Вот и все. Так что резина реально хорошая. О, хорошо дома отдохнул. Теперь можно и поработать. Получается, вечером приехал, два дня дома отстоял. Точнее, вечером, ночь переночевал, день, ночь. И вот сейчас вот после обеда вот выезжаю, потому что колеса, протяжка, путь, в общем, часа четыре ушло. Так, ну не помню, давайте я вот расскажу. Заезд домой. Рассказывал я, не рассказывал, уже все забыл с этими колесами. Все прям кофе очистился полностью в голове. Все дурные мысли прочь. Колеса протянул и прям все хорошо. Смотрите, заезд домой. Как у нас это в компании работает. Допустим, у меня стоит выгрузка ну, 28 числа. Я знаю, что я буду там 26 числа. я пишу Каргаран логистам. Меня выгрузят? Уточняющий вопрос. Меня выгрузят или нет? Ну, отвечают, допустим, да, выгрузят. Все, я туда приезжаю. Меня там не выгружают, но смс-переписка есть с логистом. То, что он сказал, да, меня выгрузят или с Каргараном. Все, с этого момента просто идет. Если же логист сказал не знаю там или еще какие-то наводящие такие вопросы может быть не исключено то тут уже вы можете приехать раньше но выгрузят вас все равно допустим по графику и простою у вас не будет. Ну, в моем случае у меня выгрузка 28-го я также должен был приехать 26-го написал логисту логист мне так же написал 50 на 50 не выгрузит или не выгрузит к моей радости у меня друг там был на выгрузке я ему позвонил я говорю посмотри там списки или уточни выгрузит нет он говорит я сам сутки тут стою потом перезванивает говорит я посмотрел у тебя в списках нету на 27-е число списки только по 27-е ну и все значит смело я могу дома но чтобы домой заехать 27 километров перепробега я конечно мог бросить там приехать на такси но когда дома то что вот я вышел свободный день я позанимался машиной пришел получается ну смс логисту написал он добро дал через дом все я могу через дом маршрут не перепроложили я теперь уже как бы официально заезжаю домой если вам маршрут не перепроложат то это уже будет перепробег я если честно даже сейчас не знаю какое сколько высчитывать за перепробег не высчитывает ну соблюдая все вот эти правила законы поэтому я наверное не знаю что высчитывать не высчитывает сколько едем еще до сих пор нету ничего давайте возьму вот обратите внимание вот температура вообще сейчас даже как бы в подъемчик поднимаюсь но температуру не поднимает ситрак очень долго прогревается а на холостых оборотах чтобы он хоть температуру держал чуть-чуть ему не получится просто на холостых работать ему надо 800-1000 оборотов чтобы он какую-то температуру держал и печка выдавала тепло все начало появляться температура видите маленьким синеньким начало светиться 10 минут езды и появилось все продолжение следует поехали в город Тула точнее Тульская область дальше больше подписываемся на канал ставим лайк субтитры 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 субтитры